Фастерс Фастерс Всем здарова! Под шарами! Салам! Слава Украине! Всем моим подписчикам привет, а остальным, так сказать, соболезную. Привет, Ромочка! Привет, Ромочка! Некое разоблачение стримерша ГТФБАИ, хотя, чё мы так прибедняемся? Это видео... Таня Морозовит, 11-го Б. ...будет про Татьяну из дома Кустарниковых, королеву Минетов в пробках, к Халисе до Трокийского моря, разбивающую оковы для БДСМ и матерь наёбов. А спонсор этого... БДСМ тема, ребят, между прочим. Начало. Я, как обычно, делал актуальные мемы в своём лучшем паблике планеты, как мне в личку пишет Таня. Ну, мы поболтали, порофлили. Она рассказала милую историю, как её бывший ёбарь угрожал убить её семью и собаку, и на этом закончили. Позже, через неделю, она подписалась на меня в Инстаграме, а первым сообщением там было «Отпишись от Тендерли». Парни, плюс чат, если отписались от Тендерли. Вот это вообще очень красиво. Ну, это прям... Спасибо большое за Натик, братик. Спасибо. Я даже не знаю, я даже не знаю, что мне сказать просто. Я даже не знаю, что мне сказать, вы знаете. Время они были подписаны друг на друга, не было никаких конфликтов, как я думал. Спросил, типа, за что хейт Тендерли, и она позвала меня в ДС, где начала мне вешать лапшу на уши, по типу Тендерли кинула братишкина, ушла... Если что, с братишкином у меня хорошие отношения. ...из сквады, потому что не хотела никого пиарить из-за своего ЧСВ. Ушла из сквады, потому что посчитала ненужным там находиться. Спиздила Нику Таня и обвиняла Таню за то, что она спиздила ей... Я просто зарофлила. Ник, вот это вот вся хуйня женская. Это ты спиздила у меня, Ник? Нет, это ты спиздила. Ладно, это я спиздила. Ах ты, сука, ты охуела пиздить мой Ник? Хочу отдать должное, я еще не видел человека, который пиздит так убедительно. На видосах, на стримах, в жизни. Это одна из причин, по которой я хавал все, что она мне рассказывала. А другая, я просто не проверял информацию. Да лол, кто будет проверять на пиздеж друзей? Да, я сказал друзей, потому что мы за пару месяцев стали друзьями, которые каждый день общались, рофлили. Она звала на стримы, я звал ее в видео, ничего необычного. А, стоп, я же забыла рассказать. У нее же был парень, Влад. Познакомилась она с Владом пару месяцев назад, то ли на стриме, то ли в инстаграме. Ну, в общем, он ей неплохо задонатил, а потом в инстаграме пригласил на Новый год в пиздатый клуб. Ребят, я не вижу ничего плохого. Привет, спасибо большое. Сигну можно получить на renderlyboy.net. Ребят, я не вижу ничего плохого в том, чтобы общаться со своими донатерами. Если ты общаешься с ними действительно потому, что тебе интересно, да, да, ваше общение начинается потому, что тебе человек задонатил денег, потому что если бы он тебе их не задонатил, вы бы не познакомились. Но бывает действительно такое, что ты начинаешь общаться со своим донатером не только потому, что он скинул тебе бабки, то есть тебе с ним интересно. Такое действительно бывает. Но всё-таки толчок к знакомству, это всё-таки деньги, да, то есть если бы человек не задонатил, конечно, ты бы не стал общаться. Но если он тебе написал, ты ему ответил, у вас идёт дальше общение. Такое бывает, такое бывает реально. Просто у кого-то это бывает за бабки, у кого-то бывает из интереса. Просто имейте в виду. Я не знаю, как было в Танином случае, но судя по слухам, это было из денег. Ну, она, соответственно, пошла дальше к ней домой, ну, понимаете. Но в их знакомстве был ещё один интересный момент, к которому я вернусь немного позже. Так вот, Влад, по словам Тани, это парень, который её пиздил, который изменял ей, переписывался с другими тёлками, которые ему слали свои голые фотки, и тот парень, который слил её фотографии в сеть. Говорю сразу, то, что она говорила, мол, он её насильно фоткал, либо он её набухал и фоткал, это всё пиздёж. Да вы даже по этой милой сказочной улыбке можете понять, что она не против была такой фотосессии. К тому же, они в этот момент были под шарами, что вы можете заметить по её зрачкам даже. Плюс чат, если под шарами. На, блядь! Осуждаю, ребят, полностью не согласен с данной картинкой, с данной гифкой, с данной шуткой. Я толерантна полностью, мне вообще не смешно, долбоёб, кто сделал эту гифку. Я извиняюсь сильно перед автором данной гифки. Ой, шары. Да, блядь, вот, шары. Это стихия Тани. По рассказам её знакомых, она поменяла около 200 баллонов. Это каждый по 10 литров. Так и сдохнуть можно. Хотя, зная Таню, то шары её... Чоке, у меня знакомый умер от шаров. И я к этому отношусь просто безумно. Мне страшно даже думать об этом. Когда даже мои знакомые кто-то идёт дуть шары, мне становится плохо, и я очень сильно за них переживаю. Стараюсь отговорить. Это ужасная вещь. Пожалуйста, не юзайте это дерьмо. Ребята, у меня реально умер знакомый. У меня после этого ебаная травма. Я когда сейчас слышу слово шар, я убегаю за километр. Я себя пересилила и начала про них шутить. Я вам на полном серьёзе говорю, шары это очень опасно. Я считаю, что это пиздец опасно. Поэтому, ребят, ну, блядь, это и есть опасно, нахуй. Мне говорят, что вот смерть очень... Маловероятно, что это сдохнешь от шаров. Но, чуваки, я вас прошу, не юзайте вот такое дерьмо, нахуй. 200 баллонов в таком возрасте для меня... Я когда-то слышу, нахуй. Я вспоминаю своего знакомого, который просто... Он умер, блядь. Понимаете, он сдох. Могут убить, но никогда она будет их дуть. Помните, она сломала ногу, так как ударилась там об что-то, она рассказывала. На самом деле, она с челом зависала дома, хотела надуть шар, и ей баллон на ногу пизданулся так, что к хуям сломал ее. Относительно недавно она решила начать утро с чашечки шаров в кровати и пизданулась головой об баллон. Что с этим человеком не так, расскажите мне. Кстати, эту фотографию она выставляла за фото, якобы после того, как ее избивал Влад с того самого поста, помните, да? Который она писала после слива фоток. На данный момент, кстати, она его удалила, либо архивировала. Видимо, боится чего-то. Но этот пост остался в открытом доступе у тех, кто его репостил. Вот видите, как она просто маскирует... Лучше без таких знакомых. Спасибо, блять! Спасибо, жена! Верить мне или не верить, это лично ваше дело. Много инфы, о которой я буду говорить, я слышал лично от нее в Дискорде, либо... Ну я тоже с ней разговаривала, она тоже очень многие вещи мне говорила, и я удивлялась, как она это мне рассказывает. Мы с ней разговаривали буквально 20 минут, она мне уже открылась просто нереально. Но дело-то было в чем? Она открылась мне почему? Потому что она была все-таки под воздействием азота, ребят. От ее бывших друзей. Но мне нет никакого смысла клеветать ее, либо пиздеть, потому что, чтобы такое придумать и взять с воздуха, нужно точно быть под шарами. Так вот, вернемся к Владу. За день до слила фоток Владом, Таня узнала, что он ее изменял и выгнала с хаты. Малыш, так сказать, подгорел и решил слить фоточки его пузатой дамы. Блять, ну за что? По факту внешности не оскорбляем. Все мы с пузиком, все мы не идеальные, ребят. Ничего такого в теле ее нету. Ничего хуево. Я ее не дефаю, мне похуй абсолютно, блять, понимаете, на этого человека. Человек говно. Я говорила сто раз, человек говно, уебищный человек. У меня нет какой-то супер ненависти, просто я знаю, что человек хуйня. Но давайте будем объективно, да? И все мы нахуй не идеальные. У всех у нас есть немножко пузика, та же, блять, и меня. Пузатик. Пузика. Таня делает ответный пост, который мы писали, кстати, всем дискордом, где выставляет Влада моральным уродом и уебком. Вот откуда я так уверен, что те фотки с синяками сделаны и не Владом, потому что мы сами сидели в дискорде во время написания поста. У девочек стример сразу просыпается что ли материнский инстинкт, а у пацанов что-то типа, ууу, сука, набил бы ебало Владу. Был бы я на его месте, я бы не сливал фотки. Да ладно, пацаны, были бы вы на его месте, вы бы и не ебали ее, наверное. В общем, после слива Таня ушла в полный тильт. Мы с ней каждый день сидели в дискорде, я пытался ее поддерживать и помогать чем мог. Настоящий друг. За это время я, кстати, узнал про их отношения с Рамзиком. Не знаю, как там было на самом деле, но Таня говорила, что Рамзик ей изменил, заразился минерической болезнью от той девушки и заразил потом Таню. Нихуя себе эстафету передают, да? Ну, она мне то же самое рассказывала, что типа, что она от него подхватила, но потом от других источников, ладно, похуй, давайте не будем в этой грязи копаться, похуй, смотрим дальше. Но потом, как настоящий джентльмен, оплатил лечение Тани. Хз, лучше бы презерватива, так сказать, оплачивал. Тематический анекдот. В 2045 год. Космонавты впервые высадились на Венеру. Блядь, анекдоты. Когда они хотели установить флаг, то увидели, что там уже стоит флаг Virtus.pro с автографом Рамзика. Ладно, идем дальше. Сложно, ребятка. Сложно, нахуй, я не посмеюсь, можно, мне не смешно. Блядь. Так вот, Таня начала выходить из тильта. А то, что меня изначально пиздец как настораживало, то, что после слива она поддерживала контакты с Ладом. То есть не кинула его в черный список. Он ей почти сразу написал после того, как слил фотки, мол, извини, я сделал хуйню, не знал, что так получится, как я могу исправить ситуацию. Ну, знаете, типа, не каждая тёлка такое сожрёт. Она молодец, что она эту хуйню сожрала, на самом деле. Блядь, нет. Это пиздец. Такое сожрать, это нужно настолько себя не уважать, блядь, настолько себя, нахуй, ненавидеть. Я спрашивала, хули она его не заблочит, на что каждый раз она находила дурацкие отговорки. Потом она вышла на другую девушку, которая встречалась с Ладом года 2-3 назад. И что самое мемное, Влад и фотки той девушки однажды слил в сеть. Таня с ней договорилась, что они вместе напишут заявление на него, так как той тёлки ещё не было на тот момент 18 лет. А потом Таня слила зачем-то инсту бывшей Влада в свою группу. Та девушка это увидела и послала ГТФБАЯ нахуй. Ну, пиздец, как она была нахуй? Как, блядь, как, как, нахуй? Как могло, блядь, дойти до мозга, нахуй, сделать такую хуйню? Прошла ещё... Давайте скорость поставим, да, это видос very долгий. Скорость. Ещё неделя где-то Таня разбанили инстаграм. Кстати, да, там банили её инсту. Она говорит, что без никаких причин, но лично я помню, как она в сторис пиарила свою хуйню. Спасибо большое. Ты крутая, продолжай, ты самая крутая. Прогнозами ей сначала удалили сторис, она залила снова и загадочным образом инстаграм забанился. К слову, пиарила она как раз-таки мини-бизнес Влада. Ну, знаете, это дефолтная наёбка с прогнозами. Покупайте у нас приватки со стопроцентным заходом, жб-ставки и так далее. Это ещё один пруф, что она ебёт свою аудиторию маленьких детей в рот, наёбывая их на деньги. Параллельно с разбаном какой-то хакер взломает страничку бывшего лучшего друга Тани под ником Нуки и начинает сливать всю инфу из переписок себе в Телеграм. Кстати, я брал оттуда несколько скринов, потому я оставлю ссылку в описании. Чуваки, блядь, мне так неудобно смотреть. Нуки, нуки, very хороший чел. Нуки, блядь, не пиздите нахуй на Нуки, я более чем уверена, что Нуки реально взломали. Нуки бы никогда такой хуйни не сделал. Я не знаю его лично, но я уверена нахуй в том, что Нуки в этой истории вообще нихуя не виноват. Нуки ангела, блядь, Нуки нахуй ангел с крыльями прилетел с небес. Нуки охуенный чел. У меня уже рот в говне это смотреть, но как есть, так и есть. Таня, не разобравшись, высказывает ему, какой он долбоеб безответственный. Ну потому что она в жопу, блядь. Это пиздец, Нуки, нормальный чел, нахуй на него пиздит, у меня горит, блядь. Зон и так далее. Хотя по факту она сама виновата, так как от злого никто не застрахован. А Таня на свой страх и риск рассказывает всю свою личную инфу. Она пиздела, что ты хуесос, Нуки. Ой, я полностью извиняюсь за свои слова, если я сказала что-то не так, я не хотела никого этими словами оскорбить. Я просто цитировала фразу, не хотела никого оскорбить, извините меня, пожалуйста, ребят, если я могла кого-то обидеть своей цитатой, своей фразой. Я искренне сожалею о том, что я только что сказала. Простите меня, пожалуйста, ребят, это правда было ни к чему совсем. Я очень толерантный человек, и, возможно, я просто неправильно выразилась. Я полностью осаждаю людей, которые так выражаются. Я дико извиняюсь перед каждым, кто мог оскорбиться этим. Короче, она вообще охуела. Почему она пиздит то, что он долбоёб, если он нормальный чел? Его реально взломали. Вот она говорила то, что он уёбок, хотя он не уёбок. Он нормальный чел. Я скажу вам ещё раз, что он нормальный чел. Она и дня не может прожить без того, чтобы кому-то не рассказать, как, где и кто её выебал. В общем, с парнем, которого взломали, я лично хорошо знаком. Как можно рассказать, ну, кто тебя ебёт и как тебя ебёт? Расскажите. Вот у нормального человека вообще, вообще вот в голове будет... Не смешно. У нормального человека будет в мыслях рассказать кому-то, как тебя сегодня поебали? Помню и знаю, что он очень сильно переживал за эту хуйню. Ну, а Таня продолжала его пилить и добивать, что он виноват чуть ли не во всех её бедах. А потом был момент, что она вообще начала его обвинять, что он специально сам взял и всё слил. День подходит к концу. Мы с друзьями-сабами Таней сидим у неё в ДС, общаемся, как вдруг заходит она. Всё как всегда, все разговаривают на какие-то себе темы, как вдруг Таня кому-то, кто у неё дома, говорит, тебе чайку подлить? Тебе чайку, блядь, подлить? Ага, смяты, пожалуйста. Ну, я тут же спрашиваю, это что, Влад? Она такая, да. Дальше спрашиваю, какого хуя ты вообще с ним делаешь? От неё тут же, хи-хи, мы ебёмся, а что? Потом говорит, мол, я потом всё расскажу. Тут же все 5-7 человек, которые сидели в комнате, просто ливают, в том числе и я. Я сказал все? Ну, почти все. Остался только Мопсех. Те, кто следят за мной, хорошо знают, кто это такой. Это парень, с которым мы дружили два года, делали общие видосы, играли на стримах и просто хорошо общались. Мы все пошли в мой Дискорд общаться, а Мопсех остался с Таней и потом пошёл с ней в личку разговаривать. Чё за, чё за дам вообще на Мопсехе? Это чё за нонейм? Кто это такой, блядь? Кто это? Как это пиздец насторожило, так как до этого Мопсех сам рассказывал... Чё за пиздали Ис, расскажите мне, пожалуйста. ...всем, что если что-нибудь случится вдруг, то он первый пошлёт Таню нахуй. А вот как получилось. Ну, тут очевидно, что он хочет срубить какого-то бесплатного пиара с неё, так как он больше двух лет на Твиче, а на канале только 200 фолловеров. А ему он нужен, и он понял, что это его шанс, так как... Ребят, старайтесь, старайтесь. Если у вас хуёво всё с активностью, старайтесь больше, блядь. Ещё больше лезьте, из кожи вон всё у всех всегда получится, если делать что-то интересное. И быть харизматичным нужно, и интересно. Все её к хуям бросили после того, как узнали, что она снова встречается с Ладом. Ладно, не будем про Мопсеха, он настолько никому нахуй не нужен, что даже не хочется ему времени уделять. На следующий день после этого она зовёт меня в Дискорд, где уже сидит с Мопсехом. Я пошёл исключительно для того, чтобы высказать свою позицию. Только захожу в войс, и тут же Таня говорит. Блин, Рома, сейчас я буду рассказывать, какой нуки долбоёб. Это тот чел, которого взломали. Я сразу отвечаю, что не хочу эту хуйню выслушивать, что только она в этом виновата, и начинаю высказывать своё мнение. Я ей сказал, что отношения к этой ситуации я иметь больше не желаю и не буду. Сказал, что она насрала в рот всем людям, кто её поддерживал, и говорил, какой Влад мудак. Она что-то начала говорить уже, мол, это не Влад, слил фотки. Прикиньте, насколько это ебануто слышишь, когда я сидел с ней каждый день после... Ну типа она забралась, ей было некуда бежать уже, понимаете? Просто уже некогда было бежать от своего пиздежа, знаете? У меня тоже было время, когда много пиздел, но мне, конечно, не по такой хуйне. Да, ну не по такой хуйне. То есть я не грязно пиздела. Вот. Ну и типа потом просто понимала, что я забралась, и это было не очень хорошо. Здесь слила, знал, что ей Влад писал, что не хотел, чтобы так получилось. Ну и я порофлил с этого, пожелал удачи в раз... Боже, что продавщица забыла на кассе. Да ладно. У продавщицы на кассе забыла? Да ладно. У продавщицы на кассе забыла, ребят, представляете? Заебись, хули. Грибание того, что они натворили, и вышел. Через пять минут она меня удаляет из друзей. Ян модуясь везде, где был у неё админом, и пишу только одно. Я предупредил её, что если она хоть раз публично начнёт упоминать, приплетать меня, либо теперь уже её бывших друзей к её конфликтам и так далее, то я сразу же делаю видос, который вы сейчас смотрите, и кинул её в ЧС. На первом же стриме она начинает меня подъёбывать, и даже делает это не один раз, может, десять или больше. Я кукол. Зачем она, ну, нарвалась на этот ролик? Она же могла реально просто, ну, не трогать его, и этого ролика бы не было. Ну, почему нахуй она себя так повела? Ну, зачем? Зачем, Таня? Зачем ты это делаешь? Маптик, а это правда, что ты кинул Макривского ради меня? Вот зачем она это делает? Нахуя? Три ляма за неделю просто, просто где тебе, просто обысывают ебало. Зачем это делать? Я не понимаю искренне, ребят, зачем это делать? Правда не понимаю. Можно же было сидеть молча, никого не трогать. Да. Я флешил мед. Почему ты променял администратора паблика, точнее, создателя лучшего паблика по Виктору на меня? Только честно. Скажи, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Я люблю кушать говно и... Пользуюсь людьми для своей личной выгоды. Я просто в шоке, зачем они себя так ведут. И вообще дружно заканчиваются там, где начинаются оборачиваться. Ну, типа, я слышала, да, то, что из шаров люди очень сильно тупеют. И когда я слышу масштабы, просто масштабы, того, сколько азота было выдано ею, я охуела. Мне кажется, можно вообще мозга лишиться с таким количеством. Моя аморальщина заканчивается там, где начинается дружба. Это мои слова, которые я говорил после слива, когда люди спрашивали, почему я не делаю мемы с Таней. Да, я не форсил ее прыщавой накуренной ебала в своем паблике, так как ей без этого было хуёво тогда. И я не хотел ее попросту добивать, тем более мы с ней общались. Кто будет делать мемы про своего друга, когда у него такая ситуация? Но теперь она пытается меня подъебывать за это. Как говорится, флаг в руки. А то, что меня окончательно добило и вынудило сделать этот видос, это то, что в тот же день она постит мем про Хейли в свою группу, которую я делал почти месяц назад и оставлял на таймере на год. Она просто говорила, чтобы мемы не постили сразу, оставляли ей на проверку потом, чтобы она запостила. Она сразу не выложила, а перенесла его, видимо, на время вперед. А я удалить его уже не мог, так как админки у меня в группе уже не было и доступа к отложке тоже. Мне тут же начали писать люди, мол, Найс, ты ушел от ГТФу Байо и дальше делаешь мемы в ее поддержку. Ну, тут я подгорел, но все еще предупредил, пусть удаляет, либо я все-таки делаю видос. И она это выложила, просто, просто начала его байзить. Она же знает, сколько информации учела на нее. Как можно так себя вести? Если ты знаешь, что человек может тебя опрокинуть, и он молчал просто, просто из... Я не знаю, он это делал просто потому, что он гуман, он человек, он не глупый мальчик, он очень хороший парень. Я охуеваюсь с каждой секундой просмотра этого ролика. Я это написал в предложку, так как больше некуда было, а она взяла и... Не, бро, гуня, не буду никого сказать, блять, спасибо. Постила. Ну окей. А теперь, лирическая часть. Грустную музычку, пожалуйста. Грустную обстановочку. Котята, песики, серый фон, голодающие дети Африки и... Пол Уокер. Вот. Так заявились. В общем, я хотел бы извиниться сейчас перед такими стримершами, как Неля Рэй, Хейли и Тендерли Бае. Это те девушки, которых я как долбоёб оскорблял, будучи пропитанным пиздежом Тани. Ведь это она меня заставила поверить, что Хейли просто так её бросила и ушла к Тендерли, которую... Лав Макривский. ...поисосила. А Тендерли якобы лицемерная девушка, которая бросила много людей и просто так кидается вечно на Таню. С Лизой и Амином мы вписались в ЛС и я уже извинился лично. Они вроде бы зла не держат, но лучше извиниться публично всё-таки. По крайней мере, мне будет достаточно только вашего понимания моей ситуации. Я был долбоёбом, я всё осознал, извините. Лирическая... Вот почему Таня не могла так сделать? Я была долбоёбкой, я всё осознала, извините. Понимаете, сколько выреспектов было, нежели ты сидишь, нахуй, оправдываешься 20 минут на камеру, нихуя не сказав толкового. Вот скажите, просто сесть, просто сесть и извиниться за всё своё дерьмо, извиниться за всё своё говно, блядь. У меня просто слов нет, нахуй. Просто взять и извиниться, неужели нахуй так сложно? Часть закончилась. Я вас ознакомил с предысторией, которая была связана со мной. Намного больше респекта было бы, нежели ты сидишь в такими голосами отговариваешь, что так все хуйню говорят, я самая хорошая. И теперь я чувствую себя, что ли, более свободным от всего этого дерьма. Ну, а теперь я хочу вам показать, кто такая ГТФБЕ после того, как закрывается ширма её стримов. Таня всем рассказывает, что у неё было только 4 парня. Давайте считать вместе ёбари, которые были как минимум... У нас тут пока тебя не было был секс в чате у собак. Круто. Спасибо за нас большое. Известно большинству. Алоха, Рамзи, Эмиль, Рома, Влад. Это как минимум 5 тех, о ком известно почти всем, кто знает Таню как стримершу, потому что она не раз упоминала их имена. Идём дальше. Есть такой татуированный богатый челик, у которого фетиш на стримерш. Было бы смешно, если бы не было правдой. Вот, например, кто это такой? Почему он сидит с Дэнли? У меня вот такой вопрос. На фотке Дэнли. А вот тут его оседлала уже наша Таня. На этом скрине она даже пишет с его страницы, так как её телефон разрядился. А вообще я сбился со счёта, когда узнал, что между этими парнями у неё было ещё много ёбари, с которыми она могла просто так поехать поебаться. Это сложно профануть как-то, но легко поверить, так как она ими выебывается в дискорде. В смысле он Дэнли ебал? Не поверю. Дэнли милая девочка, она не ебётся. Постоянно как трофеями. Ну и последнее по поводу этого. Её админа Алды рассказали мне, что в 2017 году какой-то челик написал коммент, мол, ха-ха, ваша фабоёба шлюха ещё в 14 лет поебалась с этим человеком, а там было имя и фамилия человека. Всё бы ничего, но этот парень был самым первым в банлисте группы Тани. Мораль думайте сами. Шутки про эскортницу обретают смысл. Стримершу Хайли она начала выставлять в худшем свете совсем недавно. И жаль, что я только сейчас осознал, что это всё было с нихуя. Хайли попросту заебалась от общения с Таней. Её легко понять. Я тоже много наслышалась от Лизы. До хуя чего наслышалась от Лизы про Таню. И я, честно, просто искренне поддержала Таню после слива как человек, как гуманный человек, который мог бы тоже когда-то попасть, например, в такую ситуацию. Со мной никогда в жизни такого не было. И не произойдёт, потому что я умею вот. Ну и я искренне её пожалела как человек, как девушка. А она выставила меня просто говном. То есть я потом узнала, что она про меня пиздит и пишет в САП-конфе ужасные вещи про меня. Соответственно, я поменяла о ней мнение. Это нормально, это логично. Но мне так, блядь, было неприятно, что я в лицо её поддерживаю. Она принимает мою поддержку, а за спиной она просто кроет меня хуями. Чуваки, я никому такого не желаю. Это очень неприятно. Потом по итогу, по итогу она выставила дерьмом меня. Потому что Таня относилась к ней как к последней мразоте. А когда Хейли не выдержала и ушла от этой ебанутой, то Мята начала без каких-либо причин распространять слухи о том, что у Хейли есть ребёнок. Мне очень жалко, мне очень жалко Лизу, мне очень жалко Лизу. Спасибо большое, солнышко. Вот кого-кого, кто-кто, Лиза, Лиза хорошая девочка и не заслужила она такого друга. Мем. Она даже начала писать старым одногруппникам Хейли и просить скинуть какие-то голые беременные фотки её. Она пыталась оправдаться, мол, это не она, но можете сравнить, как выглядят профили в Телеграме. Слева скрин, где она писала одногруппнику, а справа я просто ввёл номер Тани в Телеграме. Вряд ли человек, который хотел подставить Готфобай, так бы заморачивался. Да и вообще, Таня мне ещё до этого говорила, что хотела поискать эти фотки, потому, думаю, тут всё очевидно. Ну, это правда, да, мы хотели погулять с Танечкой, вот, но, типа, я не смогла, у меня не получилось сходить, и, ну, я, естественно, сказала, что вот так. У меня не получается сегодня. Ночью СВ Таня не выдержала того, что Амини не получилось с ней пойти погулять, и то, что Амина написала, что Таня плохо в аэдшопе с фотографии. И именно после этого... Сейчас вы видите, я сейчас думаю про это будет, сейчас вы увидите замечательную переписку, скорее всего, если нет, то я вам сама её покажу, потому что она сама выливала эту переписку в сап-конфу. Я, в свою очередь, не вылила эту переписку на публику, хотя была в этой переписке права. Этого Таня решила пойти в атаку на Тенбрю. Я понимала заранее, что переписка может вылиться. Понимала заранее, потому что я знаю, кто это, что это за человек. Я понимала это прекрасно. Распространяю всякие слухи о ней и пиздёж. Никакие комменты, потому что ты реально уёбищно. Ты фотошопила фотку и все думают, что ты по-настоящему такая. Ну, типа, я это вижу. На фотке, если что, которая там была, это была, блядь, просто не она. Она перефотошопила себя там так, что это просто не она. Я вам клянусь, фотка реально была уёбищная. Просто я сама фотки фотошоплю, я понимаю это. Типа, я у меня фотошопить, я фотошоплю фотки, но, блядь, ничего такого не вижу. Это нормально. Вот. И... Я ей написала, типа, если у тебя комплексы по поводу своей внешности, не надо что-то других. Спасибо. И она, короче, с этого сгорела, и... Я не сгорела. Прям... Тотали мне вот начала там в личку срать. Я такая думаю, ну ладно, я не собираюсь там ни в какие конфликты ввязываться с ней, и как бы мы... Кто ещё не собирается, блядь? Всё, я... Тотали сру. Стоп, что? Тотали мне вот начала там в личку срать. Что? Начала срать в личку? К счастью, у меня есть эта переписка, смотрите и покажите мне момент, где Тендерли начала срать в личку. Ну, можете почитать, но, типа, очевидно, то, что я... Я бы не горела с этого, и тотали бы не ссорила. Люди, которые меня смотрят и знают, они понимают ли, что я такой хуйней страдать не буду. У меня есть голова, есть мозг, я всё прекрасно понимаю. У Тани. Может, тут, где Амина успокаивает Таню и говорит, что они пытаются её оскорбить? Или тут, где она вообще просит закончить дискуссию? А вот Таня напрямую просто её оскорбила за ответ на вопрос, который сама Таня задала в этом же посте, из-за которого ей Тендерлин написала. Также Лиза утверждает, что на том стриме мы заработали 200 тысяч, но... Что? Что? Это не так. За весь стрим мы заработали 140 тысяч, 30 из которых я отдала ей. И я спрашивала у неё, не нужно ли ей больше. На что она сказала, нет, мне 30 нормально, мне нужны деньги на права. Я такая, ладно, окей, хорошо, я дам тебе эти деньги, мне не жалко. Вот версия Тани по поводу этих денег. Но она даже тут умудрилась спиздеть. У меня тоже есть птички, и в отличие от твоих у них есть микрофонные петлички. Люди, которые были на том стриме, знают, что в тот день с ними на стриме ещё был парень, который привозил им и делал кальян. Давайте послушаем же его версию. Привет, да, на стриме с Таней и Лизой это был тогда я, что могу вообще сказать. После того, как они его закончили, мы ещё некоторое время сидели, там общались, рофли, обычная обстановка. Вдруг вопрос заходит о делёжке тех денег, которые они получили за весь стрим. Ну, вообще для меня было немного удивительно, что подобную тему они решили обсудить в моём присутствии. Ну, не суть. Началось это всё примерно с Таниной фразы. Ну, что, Лиз, как делить вообще будем? там варианты всякие предлагались, 40 на 60, 30 на 70, ну, примерно так, какие-то проценты. Лиза же упоминала. Я не понимаю, почему не 50 на 50. Я не понимаю, что у неё есть некоторые траблы, деньги будут. Вот я, когда с рамизом стримлю, я ему 50% отдаю. Вот, ребят, хотите, не хотите, но когда с рамизом стримлю, мы с Мэрл пошли стримить, я ему 50% отдала. Мы вообще не помешали на тот момент, но Таня просто, так знаешь, сказала, как отрезала. Ну, вот, Лиз, ладно, тридцатки хватит тебе. И всё, примерно так и закончилось. Я не понимаю, что Лиза такая тербила, я бы сказала, пошло ты нахуй, дай мне 50%, я сделала тебе, блядь, контент, я свой рот соприкоснула своим ртом, блядь. Всё, этого достаточно, как бы, чтобы получить 50%. Святослав, блядь. Когда ты приедешь? Кстати, этот же парень мне не нравится вся музыка, спасибо большое. Парень давал пользоваться Тане своей колонкой, и она засветилась даже на сливе. Блядь, прикиньте, он теперь может толкнуть её в три раза дороже с этим прощенцем. Только представьте, сколько всего повидала эта колонка. Ну нахуй. Слухи и пиздёж, это ещё одна изюминка Тани. Она уже давно пытается распространять слухи о том, что братишки наркоман. Делает это она притом публично. Вот эта переписка из её сабконфы, где она вбросила это. К тому же она хотела в крысу забанить его паблик, накидав ему репортов. Вот можете послушать ещё одну, если она скажет вдруг, что переписки поддельные. Не, он на наркоте сидит, насколько я знаю, уже месяца два. Так я про это и говорю. Его, во-первых, очень испортили деньги, то есть он когда понял, что... Вова, блядь, нихуя не испортила. Вова очень хороший мальчик. Он добрый, он искренний, блядь. Он не понтуется бабками, ему похуй, он свой чел. Какой нахуй наркоман? Вы видели Вову, блядь? Вы видели? Вы видели Вову? Реально, какой из Вовы Торчишкин, ребят? Ну это... Вовочка, ну блядь, ну это пиздец. Как можно пиздеть на Вову, когда тут всё очевидно? Тут всё очевидно, нахуй... Какие наркотики, блядь, и Вова? Вова и наркотики, это два несопоставимых факта вообще. Ты начал получать деньги, причём большие деньги. Он подумал, что это будет навсегда. Плюс, сама популярность его испортила, плюс, ну вот, он познакомился с такими людьми, которые типа, ой, вот там, травка эта, травка то, потом там таблеточки всякие, кристаллики всякие, и всё, парень просто на наркоту поцел. Кристаллики, таблеточки, пиздец, может ещё и иголочки, я уже не знаю, что ещё может быть. Я не знаю, типа, мне, мне уже чисто... Я не понимаю, зачем она это делает, зачем, зачем? Вот честно сказать, зачем? ЗАЧЕМ? У меня каждый, с каждой минуты возникает этот вопрос, нахуя? Него, потому что я ему, я его предупреждала об этом, я ему много раз говорила, то, что не надо, будет сухо. БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ права щас окей и ну ну я из этой херни хотя бы смогла выбраться он скорее всего погрязнет вот и все у него нет нормальных людей которые могут его вытащить из этого говна у меня есть всего два часа если было вдруг попало дерьмо и вытащили просто все толпой нахуй его друзья но вова никогда не пойдет в дерьмо потому что у него есть голова на плечах да он немножечко похуист я согласна он не ним он полностью похуист но вы себя не запустите более с драгами он вообще никогда не свяжется ребят я вам отвечаю помогли мне с этим хотя типа я до этого я тебе в натуре говорю максим это пьяна ебется по моему спасибо вырос донат не хватает кристалли общалась там с хуевой тучей людей но типа всем просто было почему я это показываю к тому что с рассказов тайне после знакомства с ладом она поехала с ним ебашить лсд к ней домой почему человек который сидит на наркоте пытается в этом клеветать других таня для этого уже существует николай соболев или может спасибо большое сонно шлюри я давно забыла как попала в аварию из-за того что вы с водителем были накурены а стоп ты что не рассказал это своим любимым зрителям блин я всегда знал что ты скромная давай тогда я расскажу таня не раз рассказывал что попала в аварию где еще носом лобовуху пробила все обошлось как и тот факт что они с водителем были в тот момент накурены и причем это был не первый раз чтоб ты понимал я когда вела машину я была укуренная просто в хлам ну точнее мы вдвоем такие были но было весело сколько лет напомните пожалуйста уже 18 есть пиздец у меня завтра день рождения кто не в курсе методика исполняется 17 я сижу просто в ахуе у меня никогда в жизни подобных ситуаций не было никогда не было я просто я правда не понимаю как можно было так быстро вырасти я правда искренне не понимаю как можно было вырасти так быстро спасибо большое солнышко меня это безумно удивляет у меня завтра день рождения не сегодня даже если отойти от пиздежа в сторону братишкина это ебанутая не понимая что в любой другой ситуации она могла в ебаться не в столб там какой-то а сбить человека да ибо ее любимого саба который возвращался домой деградировать за ее стримами я уже думаю типа заказать баллон но потом такая яду днем но это такое себе подойти ночью и типа там еще на день останется и вообще крем будет но и точнее днем не хочу днем дать пиздец наху она это еще кому-то отсылает я щас тебе объясню я щас я и мы щас досмотрим ролик я тебе объясню на этот счет почему сейчас такой большой приток людей пришел да то есть это вот был раньше мой онлайн такой щас типа это просто пришел поток поток рандомных челов эти щас объясню почему блять не знаю почему всем так интересно моя нахуй реакция если я просто просто сижу эти грачи видно и нахуй вещи я щас отвечу на все донаты после ролика подождите немножко последняя тема как можно доверять челам и звука я тоже доверяла кому-то да это все выливалось и я научилась просто не доверять челам следов я перестала жить в интернете я общаюсь с людьми важных темах только в жизни как почему она даже это не скрывает почему я не понимаю почему чине к владу после того как она с ним помирилась когда еще и в ч скину она выставила вот эту stories я же вам рассказывала когда я зашел к ней в дискорд она пыталась мне навязать то что не влад слив фотки так вот это настолько жалкая попытка вытащить себя из той кучи говна в которой ты застряла что даже становится смешно она сказала скоро все узнаете прошло две недели что мы узнали а ничего мы не узнали у нее было уже десятки стримов где она ничего не сказала по этому поводу она обещала особенного гостя которым очевидно должен был быть влад но его так и не было она удалила либо архивировала пост про влада она писала там что очень много пруфа в инсте которая в бане инсту разбанили где эти пруфы человек настолько запутался в этом что просто не может найти правильный выход а самое забавное что этого выхода просто уже нет и она понимает что влад парень при больших бабках и даже после того как он унизил ее на весь твич она пытается быть рядом с ним за эти две недели она отписывалась и подписывалась на его инсту раз 10 ее мнение как флюгер меняется в выгодном ей положение кто влад сливал фотки то не влад сливал фотки вот буквально два дня назад они снова посрались ну блять ну вот каждый раз я это слушаю мне становится ее жалко ну кого хуя мне становится ее жалко если она не заслуживает даже этой жалости и она сливает в свой инстаграм номер влада и рома ее позапрошлого парня а потом пишет слила номер но не фотки где очевидно говорит что все-таки влад слил фотки вы думаете это все нет прошло два дня и она снова подписывается на него в инстаграме позвони на мой номер а то скучно ребят ответьте на донатчики ладно после ролика не после ролика взгляд были в своем номере это всего несколько ошибок благо он у меня есть я могу тебе помочь парни скидываю вам номер то не видите девушка скучает спасибо ну ладно я не дебил чтоб сливать полный номер тебя дело ну блять я я говорила роме макриевскому когда он сделал этот ролик ссылку удален рома не слива ничего личного номера адреса никто этого не заслуживает чего-то я ему это говорила я говорил им об этом интересно она не выпилилась еще после такого 4 я я правда считаю что мы люди не заслуживают наверное такой хуйни никто но иногда у нее появляются сомнения патчу блять но она заслуживает потому две последние цифры и и номера вы можете найти моим инстаграме в комментариях под самой первой фоткой держать мэйби бэйби почему никто это не скинул подведем итоги пиздец это блять ботипа кришского с юмором то неплохо знаете гтфобай 18 летняя лицемерная стримерша которая на свой возраст берет на себя слишком дохуя она обвиняет других в том чем грешит спасибо за собрать 10 раз больше она клеветала человека в том что он наркоман но сама чуть не сдохла когда с корешем ехала в машине под кайфом она тратит по 400 тысяч рублей в месяц на шмотки рестораны ну не ну знаете это много это много ой как много уже полгода не может купить ебучую видеокарту смотрите и игровые стримы это ад для глаз да и даже в url стримах она до сих пор сидит на уёбищном вебе знаете у меня приходит допустим 50 тысяч на стриме блять у меня через два дня их нет а потому что я покупаю блять что-то для стрима вечно нахуй вот камеру хотела сегодня почти не купила стабилизатор купила наушники купила микрофон вот все такие блять наушники я постоянно готов к мне пролетать бабки мне хочется чё-то сделать пиздатое на стриме но вы и вы видите сами принципе это как я улучшаю контент забейте мне сейчас просто камера сломалась но я пофиг что надо право дачу взять с уёбищным фоном когда стримерша с гораздо меньше аудитории я не знаю даже типа в ее интересах должно быть она же с это зарабатывает почему нельзя просто вложиться немножко покупает дорогие камеры и вкладываются в качество они лутают бабки для нового шмота и все бы ничего но все хорошее когда-то кончается от gtf by которую в пик могло смотреть 12 тысяч зрителей а в среднем стрим набирали по 5 6к не осталось ничего нынешние игровые трансляции набирает по 500 600 зрителей а vrl редко ну игровые трансляции это в принципе мне кажется для девушек это просто смерть полная я уже говорила своими на счет игры трансляций играть с выигранной твиче интересно смотри только тех ребят которые являются киберспортсменами может зайти до 1000 это много это интересно простых людей человек который не умеет играть или плохо играет это не интересно для обычного человека либо чел киберспортсмен либо нахуй она играет мне интересно очень мало для того у кого было в 10 раз больше фолловеры уходят единственные пики по подпискам бывает только тогда когда ее дудосят ботами да даже в ее группе подписчики уже идут в обратную сторону за неделю около тысячи отписок ребят 2 не счет у него есть своя аудитория папич тоже хорошо играет чего мне интересно смотреть не смотрю потому что народного как и я играть в игры на твиче можно было три четыре года назад я согласна мое мнение на это еще что мне лично не интересно смотреть даже как играет вово . прости то есть когда он играет какие-то хорроры да это интересно на грамм про самый дефолт ныгры кс когда-то на стриме дата мгру это про это да и знаете что добавляет сабов друзья байтит людей подписываться на нее а потом хуям удаляет я всех удалил и ну всех сабов и звука удалил большинство точнее стоит ли говорить что-то про стрепуху ну ладно скажу одно она лично мне говорила что работала хостес а не администратором отличается от того что когда ты работаешь хостесом стрепухе то у тебя могут еще заказать приват да и не только мне она это говорила чё такое хостес чё такое хостес расскажите чё такое хостес шлюха да ладно это так и называется официанты а линда было официанты шлюха нихуя это чё за такие самые профессии она даже в stories раз это спалило а в данном случае хостес или администратор это очень важно как она пытается доказать всем что работала именно администратором 18 лет больше 10 ёбари 18 лет больше 200 баллонов азотного газа выйдут а 18 лет тебя уже ненавидит почти весь рут вич а это только 18 лет возможно этим видео я смогу донести вам то что сам осознал так поздно на этом я думаю уже закончили тань я тебя еще раз предупреждаю не всегда нападение это лучшая защита отъебись от меня отъебись от хейли отъебись от всех кого ты пытаешься якобы разоблачить всем на тебя уже настолько поебать этим видео я ставлю точку но не заставляй делать из нее так сказать потом запятую потому что есть много конфиденциальной информации которая может разлететься просто по интернету и столько проблем можно подкинуть тебе от смены места жительства до разоблачения твоих наебов твоих же спонсоров потому подумай лишний раз прежде чем пиздеть что-то и про кого-то я скажу сразу мне настолько похуй что я там сливаю что-то личное мне одна популярность стримерша написала что никто не заслуживает такого какой бы мрази она не была но поверьте мне таня этого заслужила можешь по всем спасибо за просмотр увидимся космический а да я посмотрю вебку сейчас смотрю спасибо за на теке человек отвечает гостей по сути зачем нахуя спасибо ребят погодите блять донатами стойте о привет дианчик райс дианочка райс в чате ребята приветствуйте диана в чате забыл сказать и пусть роспись которую я тебе делал чтобы ты золотала бабок на своем сливе станет моим прощальным подарком носи и помни теперь носи и помни посмотри на меня ладно что я могу сказать ребят давайте подведем итог спасибо большое ты чмо подведем итог а просто 27 минут моей жизни сейчас было проемано я хочу провести итог подвести итог сначала за еще на ваши донаты спасибо большое пряди она чё до конца там еще что то есть серьезно до конца а что там ну хотите до конца посмотрю где дисплей капча спасибо на него самый стремный хрен она тут красивая кстати как в москву залетишь пишет звони мой анальчик всегда освободен для тебя это кому это шутка была это она пошутила так она пошутила это макрифскому пиздец ага лохи разъебу за лоху пиздец ладно что я могу сказать давайте подытожим тут чел написал очень такую неплохую фразу на самом деле он написал блять я потеряла для тебя смотрит 7 каплю с челов бля мне кажется потому что ты смотришь эту рыготу и люди хотят покопаться в ничьем мелье you know завтра стрим будет будет короче насчет этого я хотела прокомментировать вообще этот донат я полностью согласна сейчас такой онлайн исключительно из-за того что мы смотрели эту рыготу людям очень интересно копаться чужом дерьме людям очень интересно наблюдать за тишими косяками найти почему наверное потому что скучно без конфликтов наверное именно поэтому я до последнего не хотела обсуждать эту тему я до последнего избегала даже ее имени даже произносить ее именно на своих стримах вы сами прекрасно это понимаете потому что я не люблю конфликты я всегда пытаюсь избежать конфликта особенно с медийными публичными личностями когда меня переплетают чужие конфликты мне становится безумно неприятно и в основном я просто начинаю рыдать от этого действительно здесь начинаю плакать возможно это бред мне безумно неприятно когда я ни в чем не виновата и меня переплетают к чему-то или кому-то и это вообще неприятно максимально неприятно подпишись если заебали то вы девки ссыка мить если заебали то вы девки ставь лайк если заебали то вы девки